Мотосезон У меня были довольно скудные познания о Кипре Ну, Кипр это что? Это развалины, это пляжи И это, конечно, кипрские офшоры Без кипрских офшоров Кипра нет Но оказалось, что в Кипре, в центральной части острова Есть горы, и просто это очень красивые горы И о них стоит рассказать И туда, главное, стоит приехать, что я очень всем советую Я прилетел в Ларнаку Откуда автобусом меня довезли до Пафоса И там находится мой отель Я взял скутер Это 125-кубовая китайская табуретка Не первой свежести Скутер мне обошелся в 100 евро за 5 дней То есть 20 евро в день При том, что автомобили начинаются от 25 евро И да, я обратил внимание, что на дорогах практически не встречаются скутеры и мотоциклы Я не знаю, почему как-то у местных это дело не котируется Вместе со скутером мне дали карту На ней тут наотмечали, куда я могу ехать То есть я не могу, например, ехать по оффроудовой дороге, не имею права Потолок на север у меня от Пафоса получается по этой дороге До Лаки и Полиса На юг я могу ехать до Лимассола Я не могу на нем ехать, как мне сказали, рискованно по вот этой магистрали Синенькому отмечено Но тут видно, что параллельно этой синей дорожке проходит еще красненькая дорожка И вот по ней я вполне могу ехать Жрет вроде как мало, но цены по 100 рублей за литр Печалят У этого китайского скутера уже не первый раз какие-то проблемы с запуском Замечаю на горячий движок А вот, нет Холодный с полпинка заводится, горячий не хочет Вот, пошел Ну что, поехали Первые пару дней я катался в окрестностях Пафоса по таким низким горам Очень похожим на крымские Привыкал к левостороннему движению, привыкал к скутеру Но моей целью было проехать больше, в том числе через центральную часть острова А судя по карте, там было все сложно с заправками И поэтому пришлось разбираться с реальным расходом, чтобы не высохнуть дороги Сейчас будет отогевание по ценам Вот, наоборот Зайдут Евро сто пятьдесят три Дай, здесь, пожалуйста Окей Пол Окей За акцепт карт Пия Три с половиной литра Четыре А, четыре евро Ровно 110 километров Мы сожрали Три с половиной литра Нормально В принципе Жрет мало, действительно Я прокатился по острову разными путями в сторону центра Ну и вчера одним днем я захватил сразу Получился у меня вот такой маршрут Через запад, юг, центр и север Я выдвинулся из пафоса в сторону Лимассола Там получается, что ты едешь, у тебя по левой стороне скалы По правой стороне Средиземное море Серпантин, камни в море Бирюзовая вода у берега Яхты Красиво Не знаю, возможно, кого-то заинтересует развалины Их там огромное количество Но мне было приятно просто прокатиться и посмотреть эти виды По пути от Лимассола в сторону Тродосскуэр по дороге Б8 Идет такой непрерывный подъем, потому что горы становятся выше В каждом повороте открывается вид на какую-то новую долину Которую хочется там остановиться и фоткать, фоткать Но в какой-то момент понимаешь, что невозможно это все с собой унести Невозможно это все фоткать Не хватит там ни каких-то скиллов, ни объема памяти на флешке И аккумуляторов Ну смысла в этом просто нет Это то, чем нужно наслаждаться вот здесь и сейчас Стоять, смотреть И кстати, для этого очень на Кипре удобная инфраструктура продумана То есть на смотровых площадках скамейки стоят очень все аккуратно, красиво И при этом очень мало людей И мало людей, и мало машин Здесь нет вот этой штуки, как в Азии И когда ты остановился где-нибудь за городом Там, извините, поссать Снял шлем, пока там расстегнул рюкзак Прошло меньше минуты, но около тебя уже нарисовались несколько человек Которым просто интересно стоять и смотреть на тебя А еще они могут на своем кривом английском начать впаривать тебе такси Или просто попрошайничать или что-то еще Вот здесь этого ничего нет Нет людей, просто первозданная природа Плюс шикарнейшие дороги, чтобы по ним кататься и наслаждаться всем этим В этом плане Кипр просто очень рулит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отдельно в геопарке Тродос еще и скалы, водопады, сосны, гора Олимпус, высочайшая точка На саму вершину не удастся подняться На ней находится британская военная база дальней радиолокации Но на высоте 1930 метров, как мой навигатор показал, там вполне есть парковка, можно погулять Ну и виды соответственно В общем-то вот вершина Дродос-скуэра Это вершина Кипра GPS не показывает 1930 Но тоже неплохо Вот это территория Кипра, а затем забором И вот это все, это территория Великобритании Ну что, в Кикос, дальше по пути Дальше из Тродоса выдвигаюсь в Кикос Это один из пафосных, таких и крутых монастырей на Кипре Он напоминает вот самим духом Троица Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Хотя внешне они различаются, но вот этот пафос присутствует и тут и там Из Кикоса едем дальше в сторону Цедра Велли Это долина Кедров Я нахожусь в принципе недалеко от нее Она вот в том направлении Там тоже высокие горы, где-то 1,2 километра высота В каждом повороте виды Но при этом очень много сосен Они очень плотно растут Сосны и Кедр И получается так, что к этим прекрасным видам, к этим прекрасным дорогам еще добавляется запах Ну просто отвал башки едешь, наслаждаешься В поворотах закладываешь и просто получаешь наслаждение от поездки В очередной раз могу только посоветовать там побывать Дальше спускаемся в сторону полиса Вот в этом районе горы уже напоминают Крымские Они невысокие, но в принципе вон они Впереди Полис запомнился тем, что я там искупался единственный раз за всю поездку Нашел пляж, уперся в безлюдный Уперся прям скутером чуть ли не в воду На обратном пути проехал через плантацию апельсинов Набрал апельсинов, несколько прям там съел В общем так прикольно, что ты срываешь апельсин прям с дерева А не берешь его из корзины в Ашане Тут же его вскрываешь, он сочный, вкусный, ну обалденно Еще для меня открытием стало, что на Кипре выращивают бананы в огромных количествах Как-то вот Кипр с бананами у меня не ассоциировался Оказывается, да, на побережье целые плантации банановые И из полиса выдвигаюсь обратно в сторону Пафоса Здесь невысокие холмики И тоже симпатичный городок Пегея Или Пея, как его местные называют Его центр представляет собой такие извилистые улочки И там ведет длинный-длинный-длинный подъем И в какой-то момент открывается вид на город, вид в сторону моря Очень красиво, высота там что-то порядка тоже километра И как водится скамеечка, чтобы можно было посидеть, отдохнуть и понаблюдать Вот это обилие смотровых площадок, обилие обустроенных мест, именно чтобы передохнуть Очень выгодно отличает Кипр от Крыма, от Кавказа И, наверное, это то, к чему стоит стремиться Потому что, ну, это действительно делает поездку комфортной, удобной И получаешь больше удовольствия Приближается гроза И мне пора уже возвращаться в Пафос Через несколько часов, тем более, я должен уже вернуть скутер обратно в прокат Завтра мой самолет в Москву Надеюсь, что скоро починят мой мотоцикл И я смогу кататься в России Так что так Всем пока Катайте Удачи! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok